Военнослужащие 38-й Брестской и отдельно Венской десантно-штурмовой бригады вернулись в расположение после двухмесячного полевого выхода. На учебных площадках они отрабатывали разного рода боевые элементы. Новая поступившая команда – повод восстановить силы, чтобы в ближайшем будущем вновь вернуться к поставленным задачам. Ведь солдаты и офицеры сил специальных операций всегда готовы экстренно реагировать на все угрозы. На учениях отрабатывали вопросы блокирования незаконных вооруженных мирований, борьба с диверсионными разведывательными группами. Соответственно, на первых двух этапах отрабатывали эти учения совместно с нашими российскими коллегами. На третьем этапе, соответственно, отрабатывали вопросы усиления государственной границы. На практике выполняли эти мероприятия от Бреста до Гомеля включительно. Ситуация на границе стабильная. Наше подразделение выполняет задачи по усилению охраны и обороны, обеспечивая надежность охраны нашей государственной границы. В данном случае мы прибыли сегодня в пункт постоянной дислокации. Те подразделения, которые нас сменили сегодня, соответственно, в состоянии продолжать выполнять эту задачу. Товарищ командующий, вспомогательный пункт управления бригадой, 382 батальон, пункт постоянной дислокации прибыл. На плацу 38-й гвардейской бригады десантников встретил лично командующий сил специальных операций Вадим Денисенко, а также родные солдат. Момент волнительный. Многие переживали и искренне рады, что военнослужащие вновь в родном расположении. Это долгожданная встреча. Конечно, переполняет эмоции положительные. Соскучился по семье, а не по мне. Поэтому только положительные эмоции. Никто из военнослужащих 38-й бригады не знает, какой поступит приказ завтра. Но мы можем быть точно уверены, пока такие солдаты и офицеры стоят на страже нашей Родины, гражданский человек может спать спокойно, зная, что за нашу безопасность отвечает элита вооруженных сил. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.